Меня зовут Вера, это Саша Иванов, это Вася Иванов. Вообще, у нас одна из наших главных достоинств, я, что я собиралась вообще-то помирать, отучилась у тебя, я собралась, думаю, поеду, тихонечко буду там жить где-нибудь, уже готовиться к пенсии, керамикой заниматься, так вот потихонечку, и всё. И тут я встречаю Сашу, мне уже было 42 года, и у нас родился Вася в 44, понимаешь? Я считаю, что это прям, правда, это меня вдохновляет на то, что нам нужно проявляться и делиться, и вдохновлять людей тоже продолжать жить. И вот мы стали ремесленниками, и стали делать вот такие вот наборы игровые, потому что мы с детьми оба работали с Сашей, и для нас очень важно, во что дети играют, с чем, какими образами вместо кукол Барби они напитываются, как Саша говорит. И в этом смысле ты тоже для меня такой человек, у которого всё вот это деревянное и красивое, и чуть-чуть кривое. Ты сечёшь в этом тоже, ценишь это. Вот, видишь, это вот веточные, например, облицов, как это называется, Саша, наличники из веток мы решили делать. Да, вот это вот кованые держатели для карнизов и веточка вместо карниза. И мы дома такую же точно сделали себе. Так у нас занавески висят, и нам это очень нравится. А мы уезжали в Москву, папа Сашин оставался на хозяйстве. Он такой домовитый мужчина. Он взял одну там ветку, вытащил, нашёл такую от лопаты, знаешь, штуку ровненькую. Вставил. Ну, это вообще другое. Но мы её обратно. Мы хотели вообще всё-всё-всё сами делать. Вёдра пока у нас китайские. Хотя Саша хотел... Мы даже купили специальную какую-то сварку такую, которую вот варить тонкий металл, чтобы он делал вёдра, как у бабушки. Я думаю, что мы до этого дойдём, но пока не дошли. Вот. Так вот тут в наборе, кроме этих стен, специальный такой формат тоже, чтобы можно было и вдвоём, и втроём играть. Очень удобно показывать спектакли настольные малышам. Вот старшие дети могут показывать, или там учительница, воспитательница. У нас вот такая валеная мышка живёт в этом домике. Сейчас ещё мы заказали там одну знакомую, она вяжет нам мышек. Ну, то есть как вариант. Можно гномиков сшить. Здесь тоже иногда бывает просят гномиков. Или там собачек каких-нибудь. Вот. В наборе керамика тоже во многом тобой вдохновлён. Это ты меня влюбил в эту традиционную керамику, и даже ты увидишь здесь свой знак на кружке. Это твоя крышка, или... Ну, нам, я не знаю, лучше лапку, это вообще там святая троица, или лапа курицы, одно из двух, но что-то такое очень красивое и настоящее. Если и вы хотите учиться керамике, можете приехать на пятидневную интенсивную программу ко мне и овладеть лепкой, гончарным кругом и керамическими глазурями. Также есть видеокурсы в подсказке и по ссылке в описании. Можно научиться создавать волшебство керамики своими руками. Ещё он делает медную посуду в этот набор. Сейчас он не успел её сделать перед выходом. Там тазик и такой ковшичек. В общем, есть набор такой игровой, в котором одна центральная деталь – это вот эта печь глиняная, настоящая, которая греется, и в ней можно хлеб печь. К ней кованые ухваты, совочек, кочерга Ваську тащил. Он сильно любит. Ну и кровать, стол, стульчики. Спасибо. Вот. Ещё вот есть сундук, который мы не смогли сейчас довезти до вас. А ещё мы отдельно продаём вот этот набор – печь на такой доске красивой. С котом, с ковриком, с ковкой и с керамикой небольшим количеством. И это покупают в основном для взрослых, Илья. Представляешь? То есть мы… Ну, однозначно целевая аудитория совсем другая. Причём интересно, что домики вот эти тоже взрослые себе покупают. Уже дважды у нас покупали взрослые тётеньки. Представляешь? Вот. Но, конечно, это в основном… Мы хотели, чтобы это было для детей. Причём так всё сделать, чтобы они вдохновились и доделывали. Там, ну, много чего можно доделывать. Запасы для мыши. Имеете мешочки сшить со всякими крупами. Вот у нас тут есть баночки. Тут можно, да, насыпать всякие. Но можно же ещё всяких пузырёчков найти. То есть дети должны додумывать и вместе со своими родителями что-нибудь такое. И шить, и вязать. Вот у нас там одна девочка сразу раз шила юбочку мышки. Она такая красотка стала. Понимаешь? Ну, вот задача… Причём тоже мы так думали, чтобы оно всё не совсем идеальное. Оно всё ручное. И чтобы они не боялись тоже делать всякое такое. Чуть кривое, чуть такое, чуть сякое. Да, да, вот это тебе понравилась штука. Это мы такой даже не догадаешься, нифига, что это такое. Вот там, вот там. Это футляр такой для кованой иглы. Я такую иглу использую для плетения ковриков. Она очень удобная, у меня чуть подлиннее. Коврики я делаю плиту на таком станочке. Тоже не сразу мы научились, несколько, довольно несколько месяцев пробовали. Он мне сделал такой станочек ткацкий, Саша, маленький. И я плиту их из лоскутов старой одежды. Плетаю ещё нитки, но вообще там… Вообще у меня задача максимум – научиться шить и вот эти лоскутные одеяльца из старой одежды. Понимаешь? Это особая такая штука, это надо ещё смочь. А сейчас я покупаю американский хлопок. Но он очень красивый, качественный. Вот. У меня есть бабушкин штор. Я вот недавно тут шила в домик, вставила фрагменты штор, которые моя бабушка сама делала. Но это особое, конечно, такое. Ещё насыщенность такая особенная получается у изделий. Вот, коврики. Я тебе пришлю коврик, Илья. Потому что его как объяснить? Плетённый, как такой бабушкинский, знаешь, такая дорожка. Он такой небольшой, он тут вот перед печкой кладётся. Но поскольку это текстиль, он очень тоже обогащает, получается, набор. Вообще, это сочетание дерева, металла, керамики, ещё плюс ткань. Вот оно всё вместе и даёт какой-то, как мы думаем, эффект. Ещё мы хотим сюда колокольчик сделать входной. С этой стороны дзынь-дзынь-дзынь. А здесь такой бупенчик бум-бум-бум. Здесь вот можно часы сделать такие из пила, знаешь. Мы пробовали, но не отработали технологии. Можно ещё пробовать и сделать такие. Вот. Это Сашка научился из веток делать. Это вот, понимаешь, ветка единая, да? Он её выбирает внутренности. И он как пошёл, приходит, ещё пять штук сделал. Ну, тут, собственно, их всего пять было. Но вместо домиков он стал делать вот эти штуки. Очень смирно. Он такой, знаешь, отвлёкся куда-то и пошёл делать то, что ему интересно. Но зато живое. Это как бы задник у него. Для меня это очень драгоценно, что это старые дрова из нашего дровника. Это же интересно, скажи. Они очень напитанные. Мы хотели покупать мебельный щит готовый. Представляешь, насколько было бы легче это сделать всё? Потому что, видишь, он делает каждый этот щит. Паз тут вставляет, усиливает и вставляет туда. То есть это целая история. Потом в этих досках следы червяков бывают. Гвоздей, естественно, большого количества старых. Да. Эпоксидка. Ты моя заинька. Ну вот. Такая у нас штука. И она имеет спрос. И у нас, знаешь, одна женщина к нам... Мы с ней пересеклись в Инстаграме. Это уже третий или четвёртый человек, который нас продвигает. И она говорит, я от вас не отстану, пока не будет тысячи подписчиков. У нас сейчас 1400 подписчиков, представляешь? Живых. То есть там 200-300 человек смотрят историю. Говорят, что это очень круто. Они у нас все живые. Мы неживых удаляем. И хотя, говорят, выглядит ваш Инстаграм кустарно, но при этом он очень для такой кустарщины, он довольно такой богатый по количеству людей. Так что у нас есть шанс. Было бы здоровье ещё всё это делать. О, я поеду, а я в родной край ся и лаю. Ой, я поеду, а я в родной край. Ой, я поеду в родной край. Ой, я поеду в родной край. Ой, саи отцую мы смотри, ведь я повидаю, ой, повидаю слюбие, знай свою саню рай.